Здравствуйте! В студии работает Салтана Тугельбаева, сурдоперевод Хасана Исраилова. Нурсултан Назарбаев сегодня вручил государственные награды военнослужащим и представителям правоохранительных органов. А на сайте аккорда опубликован текст указа о присвоении высших воинских и специальных званий классных чинов и квалификационного класса. Воинское звание генерал-лейтенант было присвоено заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову. Специальных званий генерал-лейтенант национальной безопасности были удостоены заместители председателя комитета нацбезопасности Нургале Белесбеков и Марат Усыпов. Сегодня традиции боевой доблести и воинской чести старшего поколения приумножают вооруженные силы независимого Казахстана. Суть воинского призвания всегда быть на страже интересов родного отечества. Ведь армия – это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост. В условиях растущей нестабильности в мире, который вы все знаете, военно-силовой блок государства приобретает особое значение для защиты независимости и спокойствия нашего народа. Наша армия, правоохранительные структуры являются надлежным счетом безопасности страны, незыбливым гарантом суверенитета. Государство высоко ценит вашу отвагу и самоотверженный труд на благо мирной жизни и спокойствия всех казахстанцев. Государство, присваивая вам эти высокие звания, вручая награды, мы уверены в вашем дальнейшем безукрыльном служении Родине и служить примером для подрастающего поколения. Господин Верховный Главнокомандующий, я, Бочаров Дмитрий Владимирович, родился в Караганде. Мой дед, участник войны в составе казахстанских частей, прошел путь от Сталинграда до Берлина. И после окончания войны служил офицером в Казахстане. Мой отец Владимир Николаевич прослужил в казахстанской армии офицером более 35 лет. И сегодня я, продолжая династию Бочаровых, служу в рядах национальной гвардии. Моя семья в общей сложности более 90 лет служит своей Родине, многонациональному Казахстану. И для меня сегодня, конечно, очень высокая честь получить это звание, высокая генерал-майор из ваших рук. Мы, офицеры национальной гвардии, всегда были и будем верны своему народу, вам, законно избранному президенту, и приложим все усилия для дальнейшего процветания нашей Родины, Республики Казахстан. В столице идет активная подготовка к Астанинскому экономическому форуму Global Challenger Summit. За 10 лет это событие завоевало свое место в мире. Из-за обширной палитры тем в этом году Конгресс впервые в истории продлится три дня. К обсуждению подключится рекордное количество спикеров – 500 человек. Среди 11 вызовов, которые будут рассматриваться в Астане, это прорывы в агронауке, технологиях, мировая торговля и торговые войны. Это сочетание нашего предметного, прикладного со смелым обсуждением, открытым обсуждением, равным обсуждением казахстанских наших экспертов, ученых, политиков с мировой элиты – это как раз и есть, наверное, новое лицо Астанинского экономического форума. 11 панельных площадок будут созданы на АЭФ-2018. Участники саммита обсудят, в частности, цифровизацию и глобальную безопасность. Новшество этого года – формат TED Talks, инновационные презентации, воркшопы и выступления визионеров, аналитиков, способных предвидеть будущее рынка или повлиять на его развитие. Вот что о главных трендах предстоящего мероприятия говорят отечественные эксперты. Те глобальные экономические процессы, как влияют на Казахстан и Центральную Азию, и какие решения мы должны здесь принимать и на эти вызовы отвечать. Как обеспечить экономический рост, естественно, социальные положения нашего населения, урбанизация. Это очень сложная проблема. Европейские страны этот процесс прошли еще в 19-20 веках и решили. Сейчас у них проблема миграции из Африки и Ближнего Востока. И к другим темам. В Североказахстанской области открылась молочно-товарная ферма. В сутки там получают 800 литров молока. Стоимость проекта – 43,5 миллиона тенге. Средства на создание производства бизнесмены получили по программе РЭС. Благодаря ей свое дело открыли еще 20 сельчан. Всего на создание и развитие молочно-товарных ферм жители региона получили свыше 740 миллионов тенге. Процент небольшой. Все это субсидируется. Поэтому я думаю, что вряд ли нам самим возможно было это все переварить. Не смогли бы мы. Большая поддержка и правильное направление. Только нужно работать, только нужно стараться, стремиться что-то, создавать рабочие места. В Туркестане строится микрорайон Отерар. Жить в нем будут больше 50 тысяч человек. В эксплуатацию уже сдали 12 многоэтажек из 115. Квартиры получили около 700 семей. Кроме того, возводятся и 150 коттеджей. Идет также и строительство социальных объектов – школы и детского сада. На этот год мы планируем уже у нас готово проект смертной документации на 20 жилых домов. Это каждое у нас составляет 60 квартир. На сегодняшний день у нас уже финансировано 11 домов. В Жизказгане идет выдача земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Из республиканского бюджета было выделено 900 миллионов тенге на проведение инженерных коммуникаций. Водопроводные и электрические сети проложены почти к 700 участкам. 100 семей уже начали строить коттеджи. А дальше у нас в генеральном плане предусмотрено еще несколько участков. Отдел строительства города Жизказгана сейчас тоже ведет работы по проведению инженерных коммуникаций на следующих площадках. В Мангостаусской области на 30 гектаров увеличат зеленое кольцо вокруг хвостохранилища Кошкарата. Озеленение проведут и вблизи других экологически неблагополучных объектов бывшего химико-гидрометаллургического комплекса и двух урановых карьеров. Вначале там проведут рекультивационные работы. Вообще в дальнейшем можно использовать, нельзя ли использовать. Может экономически в каких-то целях, в производственных целях можно. Если тогда дальше вот эта разработка продолжит. А если необходимости нет, тогда однозначно это надо рекультивировать, закапывать и оградить, поставить таблички, что это радиационная зона. И к новостям в мире. До 86 человек возросло число жертв двойного теракта в Нигерии. По данным Францпресс, многие пострадавшие скончались ночью в больницах от полученных ран. Теракт произошел на северо-востоке страны. Первый смертник подорвал себя в мечети. Второй террорист привел в действие бомбу неподалеку на рынке. Власти считают, что за нападениями стоит Бока-Харам, и эта террористическая группировка уже много лет ведет борьбу против правительства. Ее боевики также совершают нападения на соседние страны Нигер, Камерун и Чад. Каждый восьмой житель планеты живет без электричества. Возможности использовать технику и прочие предметы быта не имеют около одного миллиарда человек. В основном это граждане бедных африканских и азиатских стран. 87% из них живут в сельской местности. Такой результат исследования экспертов Всемирного банка. Еще семь лет назад организация совместно с ООН поставила цель к 2030 году добиться всеобщего доступа к электроэнергии. Однако, по мнению экспертов, в ближайшее время эту задачу выполнить не удастся. И к другим новостям. Представители этнокультурного объединения поляков Акмолинской области, помимо реализации образовательных программ, намерены заняться благотворительными проектами. Молодежное крыло инициировало проект «Дорога добра» для помощи детям с ограниченными возможностями. Президент еще раз подчеркнул, деньги есть, деньги на эти программы государственные выделяются. Для меня близко, почему? Потому что мы работаем с молодежью. Это программа по строительству общежития. Это все новости к этому часу. Итоговые выпуски смотрите в 7 и в 9 часов вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова